В этом занятии мы рассмотрим то, что очень интересует многих занимающихся цигун, то есть как успокоить дзин. Не усовершенствовать или преобразить, а именно успокоить, привести к неподвижности, так чтобы эта консолидация позитивно повлияла на здоровье. Вдобавок, когда дзин станет достаточно успокоен, более продвинутые практикующие смогут использовать его в своих занятиях. Природа разума такова, что когда начинает появляться желание, дзин возбуждается. И наоборот, чем больше взбудоражен дзин, тем больше мы склонны следовать примитивным инстинктам. В повседневной жизни это, конечно же, позволяет нам функционировать, поддерживать отношения с близкими. Но с другой стороны, некоторые уж слишком потакают призовом своих инстинктов. Со стороны энергетики говорят, что дзин слишком активен. Хотя проявления желаний также относятся и к другому, например, сердцу и почкам, в основном они связаны с движением дзина. Поэтому мы желаем его успокоить. Чем меньше он подвижен, тем больше сконцентрирован. Это упражнение даже сможет помочь со способностью зачатия. Хотя это может казаться странным, даже противоречивым. Вдобавок, это упражнение поможет вам успокоиться и в общем, уйти из состояния боя или бега. Оно полезно на многих уровнях. Как обычно, в начале занятия мы просто сидим и дышим. Затем я проведу вас через само упражнение для успокоения дзина. А после я бы порекомендовал сделать какой-нибудь цигун для почек, например, упражнение из набора Хой Чун, который мы учим в нашей школе. Вы можете найти его здесь или на нашем сайте. Так что все занятие может состоять или из обоих упражнений, или просто из одного. Смотрите сами. Выучите упражнение, потренируйтесь, почувствуйте на себе его влияние. Итак, вначале мы садимся с прямой спиной. И даем телу дышать натурально носом. Не делаем ничего неестественного или насильственного. Просто дышим. Оказываем внимание телу. Затем поворачиваем руки ладонями вверх и притягиваем вместе кончики большого и указательного пальцев в общеизвестную мудру китайских и индийских традиций. Кладем руки на колени. Эта мудра поможет нам сфокусировать ум. Я не стараюсь сам держать фокус. За меня это делает мудра. Я просто расслабляюсь, оказываю внимание дыханию и даю телу дышать естественным образом. Так мы и проведем несколько минут. С каждым выдохом отпускаем умственное напряжение. Мысли затихают, беспокойства исчезают. В этот момент они не важны. Сейчас только мы и практика. Сидим и дышим. Остальное пусть испарится. Сидим и дышим. 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 А теперь мы перейдем к специальному методу дыхания. Тело остается неподвижным, а мы изменяем дыхание. Начинаем слегка неестественно им манипулировать. Этот метод направит дзин вниз и вовнутрь. Поможет ему сконсолидироваться. Метод таков. Мы продолжаем дышать носом. Даем телу вдохнуть естественным образом, а выдох, и это может звучать странно, мы направляем вниз, внутри тела к промежности, к точке в основе туловища под названием Хуаинь, где, как говорят классические, живет дзин. Вдыхаем. И, конечно, с выдохом воздух будет выходить из ноздрей, но внутри, с помощью очень легкой умственной инструкции, я направляю дыхание вниз, до самой основы туловища. Если будете это слишком анализировать, то только запутайтесь. Дыхание застрянет. Не беспокойтесь, доверьтесь ощущениям. Практикуя такой выдох, мягко и медленно направляя умом поток воздуха вниз, вы вскоре ощутите, как что-то опускается волной вниз по телу. Вы сможете это почувствовать за несколько минут или, может, за несколько занятий, но вскоре заметите, этакий опускающийся вниз поток. К дзину нужно относиться бережно, как к потухающему огоньку. Мы потихоньку дуем на него, как на угольки, стараясь пробудить пламя. Мы направляем дыхание вниз. Не слишком сильно, а то раздуем в стороны пепел, но не слишком тихо, а сколько нужно. Выдыхаем, как бы раздувая умирающие угольки. Направляем дыхание вниз. Пальцы в этой мудре. Дыша носом, вдыхаю. Выдыхаю, направляю дыхание вниз по телу, стимулируя дом дзина. Теперь попробуйте сами. Попробуйте. Попробуйте раздавить на мою часть вниз. Вот так вот! Продолжение следует... 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 Может это и важно для более утонченных практик, но сейчас мы просто хотим удержать ци в основе туловища. Так что просто положите одну ладонь на другую, как вам удобно, и притроньтесь друг к другу кончиками больших пальцев, образуя кружок. Держим чуть-чуть с напряжением. Когда я опускаю руки и делаю ими такую форму, я как бы удерживаю ци, дыхание и даже дзин у основы туловища. Теперь мы возвращаемся к обыкновенному дыханию носом и даем ему опуститься в область живота в пространство за руками. То место, где находится нижний дантянь. Эта позиция рук помогает удерживать мое внимание в этом месте. Просто дышим. Теперь не нужно направлять дыхание вниз. Просто держим ци в дантяне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И так далее. Когда мы готовы закончить упражнение, поднимаем руки вверх, над макушкой, один лао гун над другим. Остаемся так несколько секунд. Лао гуны растянуты. Через некоторое время почувствуете линию от ладоней сквозь туловище вниз к самому дантяню. Создаем отношения между двумя точками. Затем опускаем руки вниз. Ладони к телу. Возвращаемся в бао юан. Повторяем три раза. Второй раз. Вот правильная скорость. Поднимаем руки над макушкой. И опускаем. Ладони направлены к телу, но не прикасаются. Бао юан. Третий раз. Вы можете закончить свою практику здесь. Некоторые любят потереть ладони и помассировать три раза почки. Затем прижимаем ладони к глазам. Проводим по вискам, за ушами, вниз по шее. Хотя этого и не должно случиться, но мы на всякий случай убеждаемся, что ничего не поднялось по каналам желчного пузыря. У нервных или напряженных людей есть тенденция поднятия ци во время занятий цигун, так что мы опустим ее вниз. Заканчиваем, делая несколько глубоких вздохов. Вставайте осторожно. Если ноги уснули, можно запросто свернуть лодыжку. Мы этого не желаем. Скрутим спину из стороны в сторону и закончим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!